Утром первого, мы на месте. Тринадцать, здорово, там, включи, идиот, усколок, вылезай. Изов принято, уезжаем. 17 февраля днём примерно в 4 часа с улицы Толиби на пульт 103 поступило сообщение с просьбой помочь пожилому мужчине. По словам горожан, ему прямо на улице стало плохо и он упал на землю. Врачи скорой помощи приехали в считанные минуты, но, к сожалению, помочь мужчине не смогли. Сообщение к нам в диспетчерскую поступило в 16.10. Наша бригада приехала в 16.17. Пострадавший мужчина азиатской национальности возрастом примерно 65-70 лет. Мы обнаружили его лежащим на земле уже без признаков жизни. Реанимационные процедуры результата не дали. Пострадавший скончался по предварительному диагнозу в результате инфаркта миокарда. После консатации смерти мужчины врачи сообщили об этом факте сотрудникам полиции. Прибывшие полицейские в кармане погибшего нашли сотовый телефон и связались с родственниками мужчины, которые через несколько минут приехали на место происшествия. Как выяснилось, мужчине было 69 лет. Не дожидаясь прибытия спецмашины, тело погибшего родственники увезли на своем автомобиле. Очередной факт воспламенения автомашины зарегистрирован на проспекте Республики. Здесь загорелся «Хундай Соната». Очевидцы происшествия попытались потушить автомашину, но попытка оказалась безрезультатной. Мы увидели, что из машины идет дым и побежали, чтобы помочь хозяину ее затушить. Но огонь резко вспыхнул, и мы сделать ничего не смогли. Пламя вспыхнуло в задней части салона под сидением. Может, загорелся бензобак. Водитель хотел вытащить горевшее сидение. У него даже загорелись рукава. Огнетушитель тоже не помог. Здесь ребята тушили двумя огнетушителями, но огонь очень резко распространился, особенно после того, как открыли дверь. А пожарные приехали быстро, за несколько минут. На место происшествия приехали две бригады пожарных в количестве восьми человек. Сам водитель не смог объяснить, как произошел пожар. Прибывшие врачи предложили владельцу автомашины, получившему ожоги, проехать в больницу, но водитель отказался. Сейчас причины пожара выясняют дознаватели управления ПЧС города Шимкента. Вечером примерно в 6 часов авария с участием трех автомашин произошла на пересечении улицы Диваева и Толстого. Здесь столкнулись Рено Логан, Тойота Хайландер и Хунтай Транспортер. Как рассказали участники ДТП, Рено выехала с второстепенной дороги улицы Диваева, не уступив трассу Хайландеру, двигавшемуся по главной дороге. И в результате бокового удара Тойота врезалась во встречный Хунтай. Спустя несколько минут на место аварии прибыли врачи. В результате ДТП пострадали два человека, у обоих ушиб грудной клетки. Сейчас повезем в больницу. ДТП на месте. Ты надо заработал, откручили эту сколку, голосно. Изопринято. Выезжаем.